Приветствую вас. Я думаю, что начать нужно с того, что скандал является психологической игрой людей, которые боятся эмоциональной и физической, в частности, интимной близости. Также хочется сказать, что скандал – это такая форма, такая форма взаимоотношений, такая форма взаимодействия, участие в которой принимают оба человека, и вы в том числе. То есть, если вы, или можно сказать так, если бы вы участие в скандале сами, вот самостоятельно, не принимали бы, то, возможно, скандала бы не было. То есть, с одной стороны, вам нужно поисследовать психологическую игру, которая, так и называется, скандал, и, в общем-то, попытаться увидеть, попытаться увидеть, что скрывается за ней, а за ней скрывается, как я уже сказал, страхом близости всегда. Вот. С другой стороны, необходимо определить вашу ответственность. Вашу ответственность, именно ответственность. В этом самом скандале. Что это необходимо, вот именно определить, что вы делаете. Как, например, вы, допустим, ваши решения, ну, влияют на скандал. Вот. На развитие, если угодно, скандала. Вот. Далее, вы пишите, что, а, так, муж винит во всем вас и больно обзывает. Я надеюсь, очень надеюсь, что вы отнесетесь к тому, что я сейчас скажу правильно. Правильно. То есть, адекватно. Никто не может обвинить вас в всём-либо, кроме вас в самой... То есть, говоря, более простым языком, муж может говорить что угодно вам. Но, виноватой почувствовать вы себя можете только если сами обвините себя в чём-либо. Ну, например, вот если вы обвините себя, допустим, ну, в том, что устроили скандал. Да? То есть, если поверите, например, мужу, значит, в том, что это вы действительно вы устроили скандал. Дальше. Следующий момент. Вы пишите, что он больно вас обзывает. Опять же, я надеюсь, что вы поймёте сейчас меня правильно. Правильно поймёте, что я хочу вам сказать. Вот. Но, если вам больно от того, что человек вас обзывает, если вас задевает то, как он вам это говорит, то, в первую очередь, проблема это ваша проблема. Почему? Потому что именно вам больно, именно вас задевает, именно вам, ну, неприятно. Понимаете, какая штука. И если вам неприятно, то разобраться нужно в первую очередь с этим. Почему вам обидно, больно, что вас задевает, что выводит, значит, вас из, ну, из равновесия, условно говоря, что и почему выводит вас из равновесия. То есть, получается, что вы сами здесь занимаетесь жертвенную позицию по отношению к, ну, допустим, к своему тому же мужу. Да? Вы занимаетесь жертвенную позицию, потому что вы говорите, что вам больно. Предполагаю, что за это, за то, что вам больно, ответственен именно сам человек. Понимаете? То есть, вот, на самом деле, такой аспект, такая история. Ага, и, соответственно, ну, нужно именно на это обратить ваше внимание, да, чтобы, чтобы разобраться в этой ситуации. А далее вы пишите о том, что вы в браке уже восемнадцать лет. И вы пишите о том, что так было всегда. То есть, всегда муж мог вас, к вам, видимо, так отнестись, и всегда он мог после этого долго не разговаривать. То есть, получается, что вы по какой-то причине терпели такое его отношение к вам. А потом вам, получается, надоело, потом вы... Что случилось потом? То есть, почему после вы перестали, вот, сейчас, по сути, по сути, вы предъявляете своему мужу. За то, какой он, ну, какой он есть. То есть, вы сейчас, по сути, предъявляете своему мужу за то, что он вот такой, какой он есть. То есть, я, конечно, не знаю, но предполагаю, предполагаю, что какие-то вещи должны были точно между вами измениться. Да, да, то есть, ну, что-то должно было поменяться, что-то должно было, ну, для вас стать другим, другим. Иначе вы бы не обратились к нам сначала. А есть предположение, есть такое предположение у меня, что ваш мужчина, это анальный тип. То есть, это человек, который склонен свои эмоции подавлять, это человек, который склонен к тому, чтобы, ну, не решать конфликты, а наоборот, жить ими. Иногда таких людей называют энергетическими вампирами, хотя я так и не считаю, но тем не менее, тем не менее. Иногда людей так называют, таких людей иногда так и называют энергетическими, энергетических вампирами. Ну, вот. И, соответственно, соответственно, чем-то ваш выбор данного мужчины все же обусловлен, получается. То есть, по какой-то причине вы выбрали с этим мужчиной находиться в браке и, в общем-то, довольно долго, довольно давно вы уже находитесь с ним в браке. Так, возникает вопрос, чего же вы по итогу хотите? Возникает вопрос, что же вам по итогу нужно? Понимаете? Вот. То есть, с этим, мне кажется, вам необходимо определиться. Определиться именно с теми, что вам нужно. Поменять своего супруга, допустим. Супруг изменится, если измените вы, к примеру. Да? Супруг изменится, если измените вы. Поменять что-то или что-либо самой, да, это тоже можно сделать. То есть, это тоже можно сделать, тоже можно, в общем-то, скорректировать эти аспекты. Ну, то есть, понимаете, да, можно это сделать. Было бы желание, было бы желание, ваше желание было бы, да, в этом. Вот. То есть, сформулируйте, постарайтесь сформулировать свой запрос, что вы хотите. Понимаете? И возьмите личную ответственность за то, что происходит. Почитайте про анальный тип, а почитайте про треугольник картона, в котором вы находитесь здесь в качестве жертвы. Вот. И я полагаю, что вам многие вещи станут понятны. Определите также свой личностный смысл, да, что вы ничего не пишете про наличие или отсутствие у вас детей, да, то есть, как бы, непонятно, есть ли у вас дети или нет у вас детей. Непонятен, непонятен этот момент. Вот. Но, ну, нужен ваш личностный смысл, понимаете? Вот. Нужен ваш личностный смысл, по-моему, почему вы находитесь в отношениях с мужчиной, понимаете? Какая штука, какая штука. Вот. И вот его и нужно, наверное, начать в первую очередь корректировать, чтобы вам было понятней, для чего это всё, зачем, зачем, зачем вы находитесь в отношениях сейчас. Ради чего, что вас, что вас удерживает. Вот. С другой стороны, с другой стороны, ваш муж, он почему-то устраивает скандалы, да, и, наверное, есть какие-то причины, по которым он это делает. Так давайте посмотрим, давайте посмотрим, что происходит, почему он устраивает скандалы. Давайте попробуем разобраться с этим, разобраться в том, что мотивирует его, допустим, в скандале. Вот. На мой взгляд, это очень важно. Вот примерно так. Если вы не считаете своего мужа психом, если вы не считаете, что ваш муж там, грубо говоря, неадекватный человек, да, вот, то, ну, мне думается, что есть причины, по которым он это делает. Ему что-то не выздоровеет, его что-то не выздоровеет, он что-то хочет, он чего-то хочет, он чем-то нуждается, то есть что-то ему нуит. Вот. Что касается, собственно, разговаривать, ну, это вот, если это действительно анальный тип, то он, в принципе, не может, не может, не может. И у этого тоже была причина. И после вы не отреагировали в защиту себя. И у этого тоже была причина. Смотрите, какая штука. Вот. Вот с этим нужно работать. На это нужно обратить свое внимание, в первую очередь. Смотрите. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.